Жители Алматы уверяют, что их обманули. Около 10 человек жалуются, что брали машины в аренду с последующим выкупом, но остались и без денег, и без машин. Во всех историях, по словам мужчин, хозяин вдруг передумывал продавать свое авто. Возмущенные граждане обратились в правоохранительные органы, но они боятся, что виновные не понесут наказание. Все подробности в следующем материале. Машина в аренду с последующим выкупом – иногда настоящий шанс для кого-то приобрести личный транспорт. Но вот для наших героев такая сделка обернулась судебными исками. Алексей – один из пострадавших. Рассказывает, что нашел машину в аренду с выкупом на сайте. Оформил сделку без особых проблем. С хозяином машины, как полагается, заключили договор. Однако через несколько месяцев ежедневных выплат, когда было внесено уже 4,5 миллиона в тенге, хозяин отказался продавать автомобиль. Позже Алексей узнал, что он не единственный пострадавший. Вместе с ним заявление на арендодателя написало уже 8 человек. По их словам собственника, авто даже посадили в изолятор временного содержания. Но оттуда он вышел под залог. А дело якобы переквалифицировали из уголовного в гражданско-правовое. В прокуратуре Бостон-Дыхского района информацию опровергли. Изучение материалов уголовного дела показало, что органам досудебного расследования не принято окончательное решение в отношении причастных лиц. В связи с чем дело прокуратуры Бостон-Дыхского района возвращено органу уголовного преследования для дополнительного расследования. То есть сейчас дело не переводится из уголовного? Нет, сейчас находится дело органа уголовного преследования. После исполнения указанных указаний прокуратуры района будет принято уже процессуальное решение окончательное. В настоящее время досудебное расследование проводится по статье мошенничества. Следствие проводится при строгом соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства. Пока дело до сих пор находится в производстве, но мы будем следить за его развитием. Елеман Рейнбеков, Полина Булава, Геннадий Лукин, Сергей Шуйский, Информбюро, Алматы.